Хочу сказать, лично я за себя могу сказать, что всегда являлся противником необдуманного разрешения на продажу непонятных условий недвижимости иностранных граждан. Я не в принципе против нее, я не могу понять по какому принципу правила игры, если в стране не установлены, не соблюдаются о продаже, к чему вообще можно вести речь не только о недвижимости. В связи с этим в парламенте, особенно в последние годы, это как будто совпадение, скажем, приходят документы на переоформление, на продажу, на оформление земельных участков в огромной площади для Абхазии, десятки, а то есть сотни гектаров порой. Ну, немножко сэмоционировали, так скажем. Я думаю, прекрасное по смыслу обращение, открытое письмо к президенту и к премьеру подготовили. Ребята, ну, коллеги наши начали подписывать, не все успели, подчеркиваю, всем эта идея, все с ней согласны. Обратиться к руководству страны на фоне огромных площадей, перепродаваемых в Абхазии, теперь как бы, если у нас все-таки продажа недвижимости происходит, поменять формулировки как бы легко оказалось. Такое вот предложение выделили территорию в самой гуще курортной Абхазии, это где-то в районе Мюссеры, Гагри, на организацию центра детского отдыха у моря. Я считаю, ни одного объекта подобного рода сегодня в Абхазии, к сожалению, не сохранилось. Наши дети, я думаю, должны обладать лучшей территорией на этой земле. Не отель очередной или не очередной друг Абхазии, а именно дети Абхазии. Я считаю, здесь указанная территория 20 гектар, да хоть 30, хоть 100 выделить. Вопрос, текст, может быть много претензий, повторюсь, эмоционально немножко на тот момент составлял. Вот еще одно обращение, по-моему, с хорошей идеей, хотя бы с землю выделить, а то с такой скоростью уже у нас и земли для детей не останется, если в этом контексте говорить.